В полку не прибыло. Спецслужбы арестовали в Самаре еще одного сторонника, запрещенной в России ИГИЛ. Последнее слово за горожанами. Самарцев спросит, какие дворы нужно отремонтировать в первую очередь. Преступника на ходу остановит. О прекрасной половине Самарской Росгвардии наш репортаж к 8 марта. В Самарской области поймали иностранца, подозреваемого в попытке отправиться воевать за террористов. 22-летний гражданин Киргизии уже давно попал в поле зрения самарских оперативников. За ним внимательно следили. Мужчина неоднократно публично одобрял деятельность ИГИЛ, запрещенной в России организацией, готовился к выезду в Сирию, чтобы воевать на стороне террористической организации. Однако осуществить ему свои планы не удалось. В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. В Самаре расширит Красноглинское шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов. В этом году запланирована ее реконструкция. Проезжая часть при этом будет расширена до 4 полос. В этом году также отремонтируют въездную группу на съезде Сокского моста. Обновясь остановки, проведут озеленение. На съезде с улицы Батайской появится композиция «Самара. Сердце России». За счет собственников отремонтируют фасады, ограждения промышленных предприятий, вывески на объектах потребительского рынка. Все это приведут к единому стилистическому оформлению. Эта работа проводится в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Мэр Самары Олег Фурсов провел совещание по вопросам благоустройства въезда в город и гостевых маршрутов, расположенных на территории Красногринского района. Кроме всего прочего, Олег Фурсов поручил Департаменту городского хозяйства и экологии включить улицу Сергея Лозо и Ветвистовую в план дорожного ремонта на 2017 год. Тем временем, Самарцев спросит, какие дворы в городе нужно отремонтировать в первую очередь. Глава города Олег Фурсов поручил разработать новую программу по их благоустройству. В этом году Самара примет участие в реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда». Об этом стало известно сседание окружного совета по развитию местного самоуправления под председательством Михаила Бабича, в котором принял участие глава города Олег Фурсов. В рамках проекта будут выделяться средства, две трети из которых падут на благоустройство дворов и одна треть на приведение в порядок общественных зон. Олег Фурсов поручил главам районных администраций совместно с общественными советами составить перечень дворов, которые остро нуждаются в ремонте и должны быть приведены в порядок в первую очередь. Нужно будет понять, какие дворы в приоритете по наведению порядка. И мы приступим к разработке программы. Там очень сжатые сроки, Владимир Андреевич, по разработке такой программы. Она будет на несколько лет связана с приведением дворов в порядок. Но еще раз подчеркиваю, должна быть приоритетность установлена. Причем эта приоритетность устанавливается не административно, а исходя из пожеланий людей. Компенсация за ЖКХ для тех, кто платит исправно. Право на нее сохранили все льготники региона. Но если раньше деньги выдавались авансом и без учета нормативов потребления, то сейчас подход пришлось изменить. Кто получит поддержку, а кто сам лишает себя такого права, расскажет Лариса Шалафаст. Бухгалтер с многолетним стажем Ирина Сизова счет деньгам знает. И после выхода на пенсию ко всем обязательным платам относится внимательно. Раньше ветеранам, инвалидам и многодетным семьям полагалась единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. После вступления в силу федерального закона выплата заменена компенсацией. Но если льготник копил долги за коммунальные услуги, выплату он не получит, пока не заплатит по счетам. Ирина Геннадьевна считает такой подход правильный. Обижаться надо только на себя, кто не платил за квартиру, за свет, за газ. У кого нет долгов по квартплате, за газ, за воду. Все это постепенно, это придет в норму. Компенсационные выплаты уже начались, но многим пришли суммы заметно ниже прежних. В региональном министерстве социально-демографической политики поясняют. Если выплаты задерживаются, нужно обращаться в отделение социальной защиты. А сейчас, по сути, мы взяли данные за ноябрь, а в ноябре люди ЕДВ-то получили. Поэтому, по сути, сейчас, вот январь-февраль, это внедрение в действие нового механизма, это, по сути, переходный период. Мы начисляем компенсацию, сходя из тех сведений, которые нам предоставили поставщики жилищно-коммунальных услуг. Если совсем не получили, тоже нужно разбираться. Долги у вас, или вы не попали в базу данных, почему-то сведения о вас были утрачены, они не поступили. Вот здесь нужно будет разбираться. Теперь для социальных выплат в регионе установлен критерий адресности и нуждаемости. Перераспределение бюджетных средств будет в пользу тех, кто реально живет за чертой бедности. Таково требование федерального закона. Это касается и компенсации платы за детский сад. Теперь ее могут получать в семьях, где средний доход на каждого не более полутора прожиточных минимумов. Установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу, 5000 рублей. Поддержат и многодетные семьи. Пособие малоимущим увеличено со 150 до 500 рублей. Кроме того, увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Далее, коротко о других событиях дня. Серьезная авария произошла в ночь на вторник в Самаре. На перекрестке Нововокзальной и Вольской столкнулись ВАЗ-2111 и Хёндэ. Иномарку развернуло на 180 градусов, и она сильно повредила отечественный автомобиль. В нем оказался заблокирован пассажир. Для того, чтобы вызвать его из железного плена, сотрудники ГИБДД вызвали спасателей. Медики доставили пострадавшего в больницу. В причинах аварии предстоит разобраться инспектором ДПС. В Самаре у поселка Гранный снегоход ушел под воду. Двое мужчин переправлялись с правого берега Волги на левый. Не доехав примерно 150 метров до берега, водитель снегохода сбился с пути и попал в открытую воду. Очевидцы вытащили на берег одного из пострадавших. Второго пассажира снегохода с сильным течением отнесло в сторону Новокуйбышевского пляжа. Спасатели достали его из воды уже в состоянии сильного переохлаждения. Самарцев подозревают в использовании поддельных документов для устройства детей в школу. После проверки возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как было установлено, при зачислении в одну из школ Октябрьского района родители двух будущих первоклассников предъявили поддельные свидетельства о регистрации детей по адресам, закрепленным за образовательной организацией. Саратовские авиалинии открывают рейсы из Красноярска в Самару, сообщает Международный аэропорт Емельянова. Полеты начинаются с 18 апреля до конца летнего расписания, 26 октября. Полеты будут выполняться на воздушных судах Ан-148 вместимостью 83 места в компоновке экономического класса. На данных направлениях предусмотрен льготный тариф, социальный, для молодежи до 24 лет и пенсионеров, женщин старше 60 лет и мужчин старше 65. В Самарской области потеплеет до плюс 5 градусов, по сведениям Гидрометцентра России. В первой декаде марта в Самарской области средняя температура воздуха ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений. В среду, 8 марта, ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Десятки задержаний, 11 лет службы. Лучшим сотрудником Самарского управления вне медомственной охраны по итогам прошлого года стала девушка. В преддверии женского праздника репортаж о самой прекрасной сотруднице Росгвардии. Прапорщик Файзулина на службу прибыла. Легким движением руки эта хрупкая девушка заряжает оружие и кладет пистолет в кобуру. Так начинается служба Людмилы Файзулиной. Родившись в семье полицейских, девушка с детства решила, пойдет работать в органы. И вот на страже порядка она уже 11 лет. Семь из них прошли в управление вне ведомственной охраны. В биографии Людмилы десятки задержаний грабителей, угонщиков, насильников и наркокурьеров. Я не боюсь опасности, я не считаю, что это такая уж опасная работа. И мне нравится эта работа, я люблю свою работу. Постоянно чем-то занята, я не сижу на месте, постоянно общение, постоянные какие-то выезда. Здесь на одну девчонку по статистике 75 ребят. В своем подразделении Людмила единственная девушка. Работает наравне с мужчинами, знает, как правильно действовать при опасности и защитить себя в случае нападения. Сотрудники сильного пола стараются равняться на свою прекрасную коллегу. По итогам прошлого года группа задержания, в которую входит прапорщик Файзулина, стала лучшей в ведомстве. Пользуется со стороны мужского коллектива большим профессиональным авторитетом. Ее уважают, все хотят с ней работать. Сотрудник сама часто очень, как говорится, выявляет преступление на своем, энтузиазм. Короче, прогрессирует изо дня в день. Хачатур Картян работает в паре с Людмилой уже 5 лет. Говорит, лучшего напарника и быть не может. С Людмилой работать великолепно, она очень надежный человек. В любой момент, в любой ситуации поможет. Всегда мы друг на друга рассчитываем и помогаем друг другу. Менять работу Людмила не собирается. Сейчас учится в Воронежском институте МВД России. Намерена успешно его закончить и продолжит служить в управлении вне ведомственной охраны. Алина Чемерес, Константин Головин, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят репортажи к следующим эфирам. Романтики с большой дороги. Инспекторы ГИБДД приготовили сюрприз для женщин-водителей. Сверет координаты. В Самаре проходит заседание Ургкомитета России 2018. Когда-то в этот день цветами и не пахло. Наш спецрепортаж о праздничном ажиотаже перед 8 марта напомнит смысл исторической даты. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok